Всех приветствует Атвертка, канал Домашнего Мастера и наш партнер сайта ixbt.com. Выбираем смартфон. 7 интересных моделей среднего класса. Ценовой категории от 150 до 200 долларов. Все знают, что выбрать новый смартфон, чтобы потом не пришлось жалеть о покупке, задача довольно-таки непростая. Особенно в наше время. Конечно, если вы не ограничены в ресурсах, в финансах, то можно смело брать что-то из флагманов и потом радоваться несколько лет вашему приобретению. Но если денежки у нас с неба не падают, это у многих такое случается, а вы хотите получить хороший аппарат, который будет удовлетворять вашим запросам хотя бы пару лет, то лучше подойти к вопросу довольно-таки серьезно. И мы вам в этом поможем. Итак, самые выгодные смартфоны в плане цена характеристики находятся в среднем классе. Правда, в последнее время этот класс сильно раздулся, и в него можно записать смартфоны как за 200 баксов, так и за 350. Поэтому его также стоит разделить по ценовой категории. Итак, в сегодняшнем видео мы вам покажем подборочку самых недорогих смартфонов среднего класса в ценовой категории от 150 до 200 долларов. Дальше будут только уже, конечно, откровенно бюджетные модели, то есть дешевле. Будут уже откровенно дешевые модели, где сплошь и рядом компромиссы. Тут надо уже будет выбирать. Ну а подороже, для моделей подороже, у нас есть отдельное видео, которое буквально вышло пару дней назад. Смотрим. Итак, сегодня мы будем разбираться в среднем ценовом классе с ценой 150-200 баксов. Итак, поехали. Итак, первый гаджет нашего видеообзора – Redmi 10 5G. 2022 год – глобальная версия. Итак, смартфон Redmi 10 2022 года находится где-то на грани классов бюджетников и середников. Тем не менее, мы решили включить его в подборку, так как у него есть несколько неоспоримых признаков более серьезных аппаратов. Во-первых, он оснащен Full HD Plus дисплеем с повышенной частотой 90 Гц. Прекрасно. Здесь у нас неплохая квадрокамера с главным сенсором на 50 Мп. Плюс ультраширик, макрообъектив и сенсор глубины. Также смартфон получил хороший аккумулятор на 5000 мАч, который обеспечивает длительное время работы до 2 дней или 14 часов непрерывного воспроизведения видосов. Есть и другие приятные бонусы из среднего класса. Стереодинамики, NFC для бесконтактной оплаты, это неплохо. Proceq чипсет стоит Helio G88, который обеспечивает нормальное быстрое действие и даже позволяет поиграться в какие-то игрушки. В Antutu этот аппарат набирает 229 тысяч баллов. Интересный аппарат, можно обратить на него внимание. Идем далее. Ну а теперь следующий аппарат, Redmi Note 11. Глобальная версия, обращаю ваше внимание. Немного дороже, но куда более интересен в плане оснащения, это Redmi Note 11. У него установлен яркий AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц, это прекрасно. Который позволит насладиться истинно черными цветами, экономия батареи, яркие цвета и так далее. Тут есть. Преимущества функции Always On Display, это тоже вы увидите. Также пониженный расход заряда аккумулятора при просмотре видео. Ну это по-любому, AMOLED дисплей. Есть такое дело. Поинтереснее обстоят дела и с камерой. Сенсор у него на 50 Мп, отличные снимки днем и вечерком тоже неплохо. Ночной режим срабатывает довольно-таки неплохо. Смартфон хорошо проявил себя в повседневных задачах, а при повышенной нагрузке он не склонен к нагреву. Хорошо. Из положительных моментов, которые также стоит отметить, это стереодинамики. Вот такая штука. Защита от пыли и воды по стандарту IP53. Тоже хорошая штука. NFC модуль. Хорошо. Аккумулятор на 5000 мАч. Быстрая зарядка. Мы ее не любим, но она есть. На 33 Вт. Блок питания в комплекте. Хорошая вещь. Очень хороший аппарат по стоимости, стоимости и возможности. Это очень хороший аппарат. Ну, минусы тоже есть. Из минусов можно отметить отсутствие режима записи в видео в 4К. Тут плюс-минус. Поиграйте и забудьте про него, если честно. И очень простенькие дополнительные фотомодули. Например, ультраширик. А так аппарат тоже довольно-таки интересен за счет своего экрана. Ну, а теперь довольно-таки интересный аппарат. Realme Narzo 50A. Realme Narzo 50A – это весьма интересный смартфон, который находится на стыке бюджетного и среднего класса. От бюджетников ему достался IPS-экран HD+, 1600 на 720. А все остальные характеристики позволяют отнести этот смартфон к начальному уровню среднего класса. Здесь неплохой чипсет с игровыми возможностями, в кавычках, конечно, Helio G85. И неплохая по качеству квадрокамера с главным сенсором на 50 мегапикселей. И, конечно же, внушительный, ребятки, аккумулятор на 6000 мАч. Хороший показатель. До трех дней или 27 часиков видео. У аппарата достаточно памяти. Ну, как там сказать. 428. Вот как-то так. Для этого потом у нас еще есть слот, куда можно будет SD-карту вставить. Слот довольно-таки неплохой. Одновременно две симки и карту памяти microSD. Так что за счет microSD вы, конечно, так сильно не расширите возможности вашего аппарата. Но будет куда скинуть фото, видео и что-то другое. Ну, а теперь Realme 8i. Иногда, чтобы купить хороший смартфон по выгодной цене, стоит посмотреть на прошлогодние аппараты. По характеристикам они не слишком уступают новинкам этого года, но зато гораздо более привлекательны в цене. По-любому. Да-да, еще раз да. Например, смартфон Realme 8i, который является настоящим хитом среднего класса. В качестве чипсета использован довольно-таки удачный и мощный Mediatek Helio G96 плюс 4 гигабайта быстрой памяти. Но главное достоинство этого аппарата, конечно, его крупный 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Герцовочка автоматически меняет частоту в зависимости от происходящего, от чего вы получаете всегда плавное изображение. Это хорошо, я юзал, знаю. Это сильно ощущается в повседневной работе, и смартфон кажется всегда быстрым и отзывчивым, это точно. Еще одним козырем является довольно-таки интересная камера на 50 мегапикселей. Апертура 1.8, которая позволяет делать очень хорошие снимки днем, вечером, ну и ночью. Ночной режим тут присутствует и работает весьма неплохо. Аккумулятор достойный, 5000 мАч, быстрая зарядка, удобный боковой сканер отпечатков пальцев, обратите внимание. Раздельный тройной слот для сим, симок и карты памяти. Для некоторых это очень важно. NFC-модуль для бесконтактной оплаты тоже есть. Ну и мы получаем после этого сбалансированный аппарат, который оправдывает каждый свой рублик стоимости. Смотрим. Ну а теперь Realme 8. Очень интересный аппарат. Ну, если вам повезет, то на вторичном рынке или где-то на распродаже, не выходя за рамки 200 баксов, можно даже урвать Realme 8. С предыдущим аппаратом у него общая платформа, это Helio G95. А вот улучшений очень-очень много. Здесь установили классный и яркий AMOLED-экран, у которого практически отсутствуют рамки и есть встроенный сканер отпечатков пальцев. Прекрасно. Экран яркий, до 1000 нит. Яркость – это офигительная вещь. И повышенная частота опроса сенсора – 180 Гц, что оценят многие геймеры. Камера. Основной сенсор камеры улучшили до 64 Мп. Встроенный аккумулятор поддерживает 30-ваттную быструю зарядку, уже есть в комплекте. Хорошо. Есть и менее заметные улучшения, но они есть. Например, это жидкостное охлаждение процессора и хорошая настройка звука от Dirac Sound. Делаем выводы, господа, идем далее. Ну, а теперь Poco M4 Pro 5G. Ну, и какая подборка будет обходиться без смартфонов от фирмы Poco. Итак, в ценовой категории до 200 долларов очень интересным будет Poco M4 Pro 5G. Больше всего он удивляет длительным временем работы и хорошим аккумулятором на 5000 мАч. Быстрая зарядка на 33 Вт. Ну, и другие неплохие характеристики. Например, это Proceq Demensity 810. Экономичный и производительный. Насчет Demensity сразу говорю. Насчет связи могут быть нюансы. А еще у нас имеется крупный Full HD+, 6,6-дюймовый экран с повышенной частотой обновлений 90 Гц. Хорошая штука. Неплохая универсальная камера на 50 Мп плюс ультраширик на 8. Также можно отметить наличие NFC-модулей, стереодинамики. В наше время это очень хорошо. Инфракрасный порт имеется. Супер-пупер вибромоторчик тоже есть. Но на что стоит обратить внимание, это данный аппарат умеет писать видео в 4К. Блогерам может быть даже и пригодится. Ну и цена хорошая. Смотрим. Ну и по окончанию нашего видео Samsung Galaxy A23. Если говорить о более дорогих брендах вроде Samsung, то конечно в этом ценовом диапазоне не найти что-то интересное будет сложно. С небольшой натяжкой в этот список все-таки мы включили Samsung Galaxy A23. Почему с натяжкой? Во-первых, из-за роста цен он немножко подороже стоит. Хотя где-то в Амазонах можно за 180 баксов и найти. Также у него довольно устарейший чипсет Snapdragon 680, который делает аппарат слегка задумчивым и программный датчик освещения приближения бывают живут своей жизнью. Ну тут такое дело. Но в противовес. К этому мы получаем неплохой PLS-экран разрешением 2408 на 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. А еще традиционно для серии А это очень хорошие камеры для этого аппарата. Основной сенсор на 50 мегапикселей имеет, ребятки, оптическую стабилизацию изображения. Это козырь для такой цены и для такого аппарата. Слабое освещение, съемки там и так далее. Все у вас будет отрабатываться на ура. Также мы имеем очень качественное программное обеспечение от Samsung. One UI, это офигительная оболочка, которая учитывает все наши просьбы, требования и так далее. Стабильное обновление на протяжении всего срока эксплуатации. И не забываем про другие плюшки. Защита от брызг, NFC, аккумулятор на 5000 мАч, ну и 25-ваттная быстрая зарядка. Ну вот как-то так. Такой вот у нас получился список смартфонов в ценовой категории от 150 до 200 долларов. Это начальный уровень среднего класса. Ну а если вы хотите получить максимум от среднего класса, то стоит добавить еще примерно третий. Рассматривать аппараты стоимостью 200-300 баксов. У нас есть это видео, буквально давеча вышло. Смотрим на канале Отвертка. Так что удачи вам в выборе правильного смартфона. А особенно с аптечкой стабилизацией. А они у нас есть. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.